А источник этих подобных, соответственно, геологических? Я думаю, реакция сам? Ну, я вам показывал, знаешь, там очень много таких процессов, возможных в природе, да? Вот, а все они дают... То есть это ядерные процессы? Да, это ядерные процессы. Вот, скажем, они делятся частиц античисит, образовавшись в большом взрыве. Ядерные процессы не делятся. То есть, с одной стороны, да, с другой стороны, нет. Но это же реликт. Ну, да, реликт, но такая не присутствует, в достаточно большом количестве, имеет достаточную энергию. То есть, я еще раз говорю, что вот, в принципе, мы постарались здесь перечислить, ну, все источники, которые мы не знаем, а которые могли бы давать домокварт и армату, что мы дали больших энергией. Такая работа, ставшая уже классической, домоквартской надежной, о том, что нейтрина играет там основную роль. Как вот вы рассматривали какие-то процентные соотношения? Нет, я пока ничего не знаю. Но, до конца ваших самых разных процессов неизвестно, но так по мере людей у нас становится все больше и больше. То есть, возможно, что с нейтриной тоже, ну, что-то связано. До сих пор считалось, по крайней мере, мне так говорили все наши специалисты, что фотонейтронные реакции в астрофизике, это глубоко под барьерной, там, ниже порога, на уровне одного-двух мэп, которые в ускорителе никак не измеряются, и вот как они связаны с этими процессами. Фотонейтронные? Фотонейтронные реакции в астрофизике все кончаются. Ну а почему, откуда такая вот такая вот, почему все кончаются? Ну вот, исходя из тех же самых механизмов, общее такое заключение, которое я вот воспринимал как учебное, состоит в том, что все фотонейтронные реакции гамма-гена и прочее, они протекают там при энергиях гамма-кванта существенно ниже, ну, нет, наверное, на умэп, потому что вообще температура там и все такое, что относится вот к нашей астрофизике, это совершенно другая шкала энергии. И как можно использовать данные, которые получаются здесь вот в области гигантского резонанса, как-то не очень понятно. Ну, я не знаю, вопрос дискуссионный, что значит вот, как можно под порогу выдрать нейтрон из ядро? В том-то и дело, вот когда мы отказали, например, спецслав, приемли, с теми, кто занимался изучением глубоко, под барьерное отделение, я в смысле нейтрон, они пытались уйти как можно ниже, именно для того, чтобы связать эти данные с астрофизикой. Ну, не знаю, мне кажется, тут есть что обсуждать, но на самом деле, вот я вам показывал, да, как там образуется. Ну, вот эта первая дочка, что там есть 7 кВт, 10 кВт, 10 кВт, это 1 кВт, на несколько порядков. Нет, ну почему, это вот таблица составлена на основании изучения последних самых работ по проблеме синтеза химических элементов и таблицы распространенных. То есть это самые последние данные, может быть, то, о чем вы говорите, уже обстояло? Спасибо.